Ну, продолжаем наши штудии. Циклы ИТР. Конструкция ИТР – это тоже очень мощная конструкция, обеспечивающая самые разнообразные циклы. И на мой взгляд, она гораздо приятнее, чем стандартная ДУ. Поэтому я уделил большое внимание, чтобы эту конструкцию реализовать в ядре Хоум-Лиспа. К сожалению, она еще не описана в документации, поэтому я вам расскажу словами в этой презентации. Все основная информация будет содержаться. Вот как выглядит пример цикла ИТР. Смотрите внимательно. Сама конструкция ИТР задается символом ИТР. Первый атом списка – это всегда некое функциональное действие. В данном случае ИТР. А потом, обратите внимание, если не скобки, то это просто похоже на конструкцию цикла в любом нормальном языке программирования. For A from N1 to N2. Тут и без комментариев понятно, что A будет меняться от N1 до N2. А вот дальше у этого цикла, естественно, есть тело. В этом теле цикла могут содержаться какие-то произвольные вычисления. И то, что я обозначил действиями, об этом будет отдельно сказано. Дело в том, что конструкция ИТР позволяет выполнять над локальными переменными некоторые стандартные действия, которые без этого пришлось бы программировать. А на самом деле это умеет делать ИТР. Ну, такие стандартные типовые действия, вы сейчас поймёте, что я имею в виду. Работает это так. Создаётся переменная A, и она автоматически начинает меняться в диапазоне от N1 до N2. С шагом 1. Значит, и эта переменная может участвовать в вычислениях, естественно. Она совершенно нормальная локальная переменная, хотя и создана автоматически, без всякого лета. Вот пример. Тот самый пример, который мы, ну, уже, так сказать, жевали в прошлом шаге. Здесь мы заводим цикл по И от 0 до 9, ну, чтобы элементы менялись в тех же диапазонах. И печатаем то же самое. У нас, естественно, то же самое печатается. Одна только разница. ИТР возвращает результат последнего вычисления. Последнее вычисление здесь лист. Ну, последнее вычисление это printlite, который возвращает список лист. Поэтому вот последний список и печатается. Единственная разница. А так, всё очень похоже. В общем, достаточно просто и наглядно. Две строчки кода. Если бы не скобки, можно было бы подумать, что это вообще написано на каком-нибудь паскале. Дальше. Вот эту конструкцию for, a, from, n1 to, n2 будем называть итератор. Ну, это такое временное название. В современном программировании итераторами называется несколько другое. Но я вот не придумал ничего лучшего. Давайте пока временно этим названием попользуемся. Интересно то, что в одном вызове ИТР итераторов может быть несколько. Они работают параллельно и синхронно. Но если у нас несколько итераторов, первый по И, второй по Ж, третий по К, то на каждом витке цикла И, Ж и К одновременно меняют свои значения. Ну, в соответствии с теми параметрами n1, n2, которые задал программист. Естественно, что разные итераторы могут задавать разное количество повторений. Так вот, критичен, важен самый короткий итератор. Когда любой из итераторов завершается, все остальные тоже автоматически приостанавливают работу, и это вызывает завершение всей функции итер. Вот пример. Здесь мы запустили два итератора по И и по Ж. Итератор И должен был бы крутиться 100 раз от 1 до 100, а итератор по Ж будет крутиться сколько раз? От минус 3 до 3, ну, в 7 раз. После того, как итератор по Ж завершит работу, итератор по И тоже автоматически завершает работу. Ну, поскольку мы печатаем И, Ж, то вот видно, что И напечаталось только первые 7 значений. А дальше, в комментарии я тут отметил, второй итератор работу закончил, и последний результат PrintLine дублируется как результат всей функции итера. Вот, посмотрите, несколько, это может быть не все, но большая часть итераторов, которые можно использовать в функции итер. Ну, вот первый, for a from n1 to n2, мы уже с вами разобрали. Оказывается, есть еще, можно написать by s. Это значит, будет с шагом s. Мы можем задать шаг. По умолчанию он равен единице. Есть два бесконечных итератора, for a up from n и down from n. Up from n приводит к тому, что переменная a начинается от n, n плюс 1, n плюс 2, n плюс 3, и так до бесконечности. Но предполагается, что рано или поздно какой-то другой итератор или какое-то другое средство цикл разорвет. В противном случае он выполнялся бесконечное количество раз. Соответственно, down from начинает счет от n, потом n минус 1, n минус 2, минус 3 и так далее. И так тоже до бесконечности, до минус бесконечности. Оказывается, есть итератор для пробега списка. for a in список. Ну, это фактически форма, в данном случае функция iter полностью перекрывает функцию do list. Есть два итератора, один для пробега строк текстового файла, причем файл даже не надо открывать. Но до файлов мы еще доберемся. Не знаю, хватит ли у нас времени, хватит ли у вас терпения. все это слушать, но во всяком случае функция iter может работать с файлами. И можно пробегать строку символ за символом. Пробег строки имеется в виду, что переменный a будет получать последовательный символ первый, второй, третий и так далее до самого последнего. Ну, есть еще некоторые другие, которых я тут, может быть, не привел. Это уже для нас, наверное, сейчас не столь важно. А теперь давайте рассмотрим действия в iter. Какие стандартные действия, кроме изменения локальных переменных, дает нам функция iter. На самом деле действия довольно удобные. Вот первое действие, оно называется collecting. Действие collecting собирает какое-то значение в список. Вот если мы запустим вот этот код, iter for a from 1, ой, тут у меня печатка, не collecting не и, а collecting а надо было написать. Если мы запустим вот этот код, то у нас выдастся список от 1 до 10, будет список 1, 2, 3, и все в скобках. В результате получится список, приведенный на рисунке. И именно так, кстати, реализована функция range, о которой я вам уже говорил. Именно так. Кроме того, вот этот результат можно не только вернуть, а можно накапливать локальной переменной. Вот, например, здесь заведена локальная переменная, первоначально ей присвоен nil, пустой список, а потом мы заводим итератор по j от 1 до 5, 1, 2, 3, 4, 5, и каждое значение j, ну, собираем все значения j, собираем в список s. После выполнения вот этого кода переменная s получит значение списка 1, 2, 3, 4, 5. Ну, дальше мы можем распоряжаться как нам угодно. Это второе действие. Есть действия, которые называются summing-multiplying. Ну, это сложение и умножение, накопление суммы и накопление произведения. Ну, под такие действия в вычислениях встречаются очень часто, поэтому было решено включить их как стандартные действия в цикл. Вот, посмотрите, что делается в этом коде. Мы заводим две переменные s для суммы и p для произведения. Естественно, присваиваем первоначальное значение s, 0, там должна быть сумма, и первоначальное значение p, 1, там должно быть произведение. Заводим цикл от 1 до 10 и суммируем k в s и накапливаем произведение k в p. Всё это делается в одном цикле. У нас одновременно получается сумма чисел от 1 до 10 и произведение чисел от 1 до 10, то есть 10 факториал. Имеется ещё парочка минимайзинг, максимайзинг. Это когда мы проходим, например, по какому-то списку или выполняем какие-то сложные вычисления, у нас результаты могут меняться, они могут возрастать, убывать, а нам надо найти максимальное значение. Как это сделать? Ну, вообще-то это надо программировать. В обычных циклах это пришлось бы программировать. Сравнивать, накапливать максимум. Я полагаю, вы всё это умеете в обычных языках. А здесь мы просто указываем действие минимайзинг, указываем переменную, значение которой минимизируется, и указываем, в какую переменную накапливать минимум. Вот если мы этот код выполним, то переменная mi для данного случая получит значение минус 1, потому что минимальный элемент списка это как раз минус 1, а переменная ma получит значение 3, потому что максимальный элемент списка как раз 3. Если из цикла iter надо выйти досрочно, то для этого служит наш знакомый return. Он работает не только в loop, но и вообще, я вам могу сказать, он работает во всех циклах, в том числе и в iter. Вот смотрите, мы заводим цикл, мы суммируем что-то в A, но суммируем элементы списка в A, списка LST, суммируем их до тех пор, пока элементы положительные. Как только встретился первый элемент меньше нуля, конд, вот эта конструкция конд, она сработает, когда очередное значение A меньше нуля. В этом случае накопленная сумма положительных элементов возвращается как результат, а все остальные элементы списка игнорируются. Вот вам пример использования ретор. Теперь хотелось бы сказать еще пару слов о том, что функция конд, которая нам уже сослужила хорошую службу, ну не функция, лучше сказать конструкция конд, хотя внешне она похожа на функцию, по внешнему вызову. Это список, у которого глагол этого списка, это первый атом, ну конд, проверка условий, но все-таки в ряде случаев, когда нужно проверить какое-то одно условие, эта конструкция оказывается излишне тяжеловесной. Конечно, если ее писать, она будет работать. Вот тут-то мы написали конд из одной строчки, но обычно конд имеет смысл использовать, когда нужно проверить много условий, а когда нужно проверить одно условие, ну это довольно странно. Для этого есть еще три очень удобные конструкции, которые, в принципе, в современном ЛИСПе широко применяются. Их три, и они называются IF, WHEN и UNLESS. Довольно удобные функции, давайте мы их сейчас рассмотрим, чтобы впоследствии вы могли ими пользоваться. Конструкция IF имеет вот такой вид. Глагол IF, ну это первый атом списка, потом идет некоторое условие, а потом идут две формы, ровно две. Опускать их нельзя, то есть должна быть форма, если истина, и если ложь. Логика работы функции такая. Вычисляется условие, если оно оказывается ложным, то есть равно НИЛ, то тогда выполняется условие, если ложь, а если оно оказывается неложным, то есть любым отличным от НИЛ, то тогда выполняется, если истина. В результате, либо если истина, либо если ложь, одна из этих форм и есть результат IF. Ну вот, посмотрите пример. Его же можно было бы написать с помощью CONT, но тогда нам пришлось бы написать две строчки, два условия. А здесь мы проверяем. Если остаток отделения переменной Н на 2 равен нулю, то тогда IF вернет атом чет, если не равен нулю, а он может быть равен только нулю или единице, если не равен нулю, то он вернет атом чет, атом не чет. Вот пример, который, я полагаю, всем понятен. Вот как работает IF. Но IF требует задания обоих условий, и если истина, и если ложна. При этом на этом месте должна быть одна форма. Нельзя задать две формы, если истина, и две формы, если ложна. Ну, строго говоря, на самом деле можно, но для этого нужны дополнительные конструкции, которые мы в этом курсе не рассматриваем, потому что времени очень мало, и дать вам все это, всякие там конструкции PROG, 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 PROGN, PROG1, PROG2, это вы можете посмотреть в документации, но мы это опускаем. Конструкция WEN, она в чем-то дополняет IF. Она проверяет условия. Если условие истина, то выполняется набор действий. Действие первое, действие второе и так далее. То есть тут могут быть много форм, они вычислятся последовательно, одна за другим, одна за другой, если условие истина. Если условие ложно, то функция эквивалентна пустому действию, она ничего не делает. Эту функцию WEN удобно применять, когда нужно выполнить какие-то действия только при соблюдении какого-то набора условий, а в остальном случае не делать ничего. Хотя, конечно, этого же эффекта можно достичь с помощью COND. COND универсально. Но WEN по-своему наглядно. А функция UNLESS – это та же WEN, но только она работает, когда условие ложно. Ну, UNLESS переводится как… Если WEN переводится «когда», то есть «когда истина, делай это». А UNLESS переводится как «если не, то делай это». Вот если условие ложно, то выполняется набор действий. Если условие истинно, то ничего не происходит. Функция пропускается. То есть вот UNLESS и WEN – это два взаимодополнительных примера. Ну и с циклами мы благополучно сейчас заканчиваем. Я хотел вам сказать, любителям, если кто-то всерьез заинтересуется и выйдет за пределы учебного HOMLISP и захочет поработать на большом настоящем Common LISP, это достаточно серьезный язык программирования, к тому же стандартизованный, со всеми наворотами, то вот должен вас чуть-чуть разочаровать, в Common LISP – ITER – это дополнительный пакет, который по умолчанию отсутствует, его надо устанавливать вручную. Но на самом деле это нетрудно. Вы должны просто найти в интернете пакет ITER, он легко ищется в любом поисковике. Это текст на LISP же. Ну это огромный исходник, примерно на 200 килобайт. Можете внутрь заглянуть, посмотреть, как профессионалы программируют на LISP. И его надо в вашу LISP-сессию установить. Ну, то есть каким-то образом загрузить. Ну, обычно те, кто любят подобное, они любят, им нравится устанавливать программы, сносить, еще раз устанавливать, вот можно отточить свое умение на таких пакетах. Ну, а в Home LISP это на самом деле функция, встроенная в ядро. В Home LISP ничего дополнительно вставить не надо. Это у нас был... Мы закончили с вами циклы в LISP. Теперь у вас есть возможность любую из задач... Я-то все равно буду предпочитать рекурсивный подход, потому что это ближе к функциональному программированию. Ну, а вы можете любую из задач попробовать решить с помощью циклов. Все циклы я вам рассказал. И более того, когда мы пройдем макросы, я надеюсь, что мы все-таки пройдем, вы сможете делать и свои циклические конструкции и вообще менять синтаксис LISP по своему усмотрению. В этом смысле ЛИСП уникальный язык, потому что таких возможностей больше нет ни в одном другом языке. Ну, а мы сейчас делаем очередную остановку. Дальше у нас будет следующая тема. Некоторые стандартные алгоритмы и соответствующие реализации на ЛИСПе. Сейчас мы делаем остановку. Ну что, пришло время...